Так, итак, предположим, у нас есть такая ситуация, но у нас сейчас всё работает. Вы приобрели новый джойстик для Xbox 360. Подключаете его, ну вот в данный момент он настроен, вот на экране видно, что он всё работает, всё перелистывает. Когда джойстик не принимается Xbox, вот этот вот огонёк, он просто по кругу бегает, так же, как когда садятся батарейки, он просто по кругу летает и не реагирует ни на какие эти... Сейчас я расскажу, как адаптировать джойстик. Допустим, вот у нас есть другой джойстик, мы его включаем. Он тоже уже адаптированный, готовый. Много людей пишут, как купил вот новый джойстик, а он не соединяется с Xbox. Вот здесь на джойстике, вот если видно, вот есть кнопочка. Ну, многие как это, как виброрежим. Вот эту кнопку зажимаем, то есть включаем джойстик, он бегает по кругу. Вот эту кнопку нажимаем, задерживаем и держим её. И вот здесь на консоли, вот сама консоль и вот окошко для флешки, куда флешка вставляется, здесь есть кнопочка. Одновременно нажимаем эту и эту кнопку, держим, он прогружается и отпускаем. Джойстик останавливается, выбирает позицию, какой он будет, первый, второй, третий или четвёртый джойстик. И всё, джойстик полностью адаптирован и он управляет. Джойстиков можно подключить до четырёх штук. То есть, ну вот у нас ребятишки играют. Вот, вот так вот выглядит джойстик, который не законнектился к приставке. То есть, он вот так вот по кругу моргает. Мы нажимаем здесь кнопочку, нажимаем здесь кнопочку, держим, смотрим на джойстик. Оп, всё, джойстик определился, он выбрал свою позицию и он вполне нормально работает и переключает. Всё нормально работает. Для тех, кому это видео было полезно, здесь под видео ставьте лайк, большой палец вверх и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok